С юга. Дорогой Сергей Петрович, вот я и на Чёрном море. И большое вам за это спасибо, что вы мне присоветовали поехать отдохнуть на Чёрное море. Так вот я и на Чёрном море. И спасибо вам за это большое. Ну что вам написать? Отдыхаю я хорошо, только устаю очень. А вообще-то отдых здесь отличный. Но устаю сильно. Путёвку, как вы мне обещали, и курсовку, как вы мне обещали, я на месяц не достал. Так что отдыхаю я хорошо. И спасибо вам за это большое. И от меня, и от моих товарищей покойки, которую я снял. От Чёрного моря, на которое вы мне присоветовали поехать отдохнуть, живу и близко. Буквально 42 минуты на электричке. Электрички здесь ходят часто. Буквально через каждые два дня. Так что отдыхаю я хорошо, только устаю очень. Живу я на Чёрном море полнокровной жизнью. Восемь часов утра встаю в очередь за топчаном. За топчаном встаю до десяти часов утра. И сразу иду опять вставать завтракать. За завтраком встаю до двенадцати часов дня. А тут уже снова пора идти вставать, обедать. Так что отдыхать на Чёрном море я попадаю часам к пяти вечера, когда горячее южное солнце, уже, как говорит мой сосед по топчану, клонится, и его смертоносные фиолетовые лучи не оказывают на кожу своего разрушительного действия. Так что даже хорошо, что всё время идёт дождь. А то было бы обидно приехать на Чёрное море и не загореть. Пять дней назад записался я в соседнем доме отдыха на экскурсию в Хабаровск. Так что вообще-то говоря, я сейчас живу в Хабаровске. В общежитии инструментального техники. Всё как раз напротив того места, где мы с вами работаем. Через два дня поезда отправляемся до города Сугуби на посещение обезьяньего битомника. А оттуда мне один мужик обещал помочь с билетом на самолёт прямо на Хабаровск. Экскурсия вообще получилась увлекательная и недорогая. За мой счёт только дорога в оба конца и еда. А на всё остальное отдаётся скидкой 30% для членов этого дома отдыха. А так как я не член этого дома отдыха, то на меня скидка...